всем привет в этом видео я расскажу как решить проблему с подключением к интернету а именно как решить ошибку DNS сервер не отвечает друзья если вам нужно восстановить удаленные данные просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера то в этом вам помогут программы компании hetman software перейдите на сайт по ссылке из описания бесплатно скачайте и установите нужную программу запустите анализ диска утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их на нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса начиная от установки системы ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизации работы мобильных устройств наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям неполавки с DNS сервером являются одной из наиболее распространенных ошибок связанных с подключением к интернету при ее появлении пропадает доступ к интернету значок на панели быстрого доступа изменяется на следующий а в браузере при попытке перейти на какой-либо сайт вы видите ошибку не удается найти dns адрес error name not result или что-то подобное такая проблема вызвана сбоем в работе dns сервера который отвечает за перенаправление ip адреса далее видео мы детально разберем что могло стать причиной данной ошибки и как ее исправить причиной данной ошибки может быть компьютер не запущена служба dns неправильные настройки сети и так далее или маршрутизатор неполадки в работе или неверная настройка а также неполадки оборудования вашего провайдера большинство модемов настроены таким образом что получают dns настройки автоматически серверов компании провайдера и случается что сервера провайдера или модемы работают не совсем корректно либо очень медленно что вызывает ряд проблем с подключением первое что нужно сделать прежде чем приступать поиск и устранение неполадок с подключением к сети нужно перезагрузить компьютер и роутер чтобы перезагрузить роутер можно просто отключить его от сети питания секунд на 20 или кнопкой питания на корпусе устройства если такая имеется после перезагрузки запустить диагностику неполадок сети запустить ее можно кликнув правой кнопкой мыши по значку сети в трее и выбрав здесь диагностика неполадок после диагностики сеть может снова работать или вы увидите ошибку dns сервер не отвечает следующее что нужно сделать проверить работает ли интернет на другом устройстве если интернет подключен через роутер то проверьте работает ли интернет на других устройствах нет ли там ошибки с ответом dns сервера примеру подключите к сети ваш телефон и проверьте если доступ к интернету и нет ли ошибок связанных с dns сервером если проблема с компьютером то на других устройствах сеть будет работать в обычном режиме при подключении через маршрутизатор если есть возможность подключите интернет напрямую к компьютеру подключите сетевой кабель который идет к роутеру сетевой разъем компьютера для проверки а также постарайтесь вспомнить после чего появилась ошибка dns и проблемы с доступом к интернету возможно вы меняли какие-то настройки или устанавливали программы и прежде чем приступать к настройкам проверьте работает ли служба dns клиент для этого нужно открыть окно служб нажимаем на клавиатуру сочетания клавиш windows плюс r и выполняем команду service.msc или просто ищем службы в строке поиска в открывшемся окне ищем службу dns клиент жмем по ней правой кнопкой мыши и выбираем свойства тип запуска должен быть автоматически и если у вас кнопка запустить активно нажмите на нее затем применить и окей если служба была отключена и вы ее включили то после перезагрузки компьютера интернет должен заработать если нет идем далее следующий шаг проверка настройки dns серверов параметрах подключения к сети интернету если там прописаны какие-то адреса то можно попробовать выставить автоматическое подключение либо прописать dns адреса от google этот способ очень часто позволяет избавиться от такой ошибки открываем параметры сети интернет центр управления сетям и общим доступом изменение параметров адаптера жмем правой кнопкой мыши по подключению через которые вы подключены к сети интернету и выбираем свойства если вы подключены по кабелю то это ethernet если по вай фай беспроводная сеть открывшемся окне выделяем ip версии 4 и жмем свойства если здесь у вас прописан какой-то dns сервер установите отметку напротив получить адрес автоматически окей перезагрузите компьютер и проверьте подключение к интернету если у вас уже установлено автоматическое получение адреса возможно поможет использование адресов от google устанавливаем отметку использовать следующие адреса и прописываем предпочитаемый dns 4 восьмерки и альтернативный 8844 жмем ok и перезагружаем компьютер в большинстве случаев такое решение должно устранить проблему если проблема решилась на компьютере но наблюдается на других устройствах которые подключены через один роутер то эти адреса нужно прописать и в настройках роутера у нас на канале есть детальное видео о настройке роутера ссылку я оставлю в описании открываем настройки сеть ванн или интернет здесь меняем dns и сохраняем настройки если это не помогло решить проблему с интернетом попробуйте очистить кэш dns и другие сетевые параметры запускаем командную строку от имени администратора и по очереди выполняем следующие команды которые помогут очистить кэш и сетевые параметры windows 10 это можно сделать через сброс сети для этого откройте параметры сети интернет состояние и здесь внизу сброс сети сбросить сейчас после перезагружаем компьютер и проверяем наличие интернета еще одной причиной проблем с интернетом может быть отсутствие драйверов сетевой карты в таком случае крайне редко появляется такая ошибка но все же стоит проверить откройте диспетчер устройств правой кнопкой мыши по меню пуск здесь проверьте нет ли у вас устройств желтым восклицательным знаком если есть то для них необходимо установить драйвер детальнее о том как скачать установить подходящий драйвер смотрите в другом нашем видео ссылка в описании правой кнопкой мыши по устройству обновить драйвер еще одной причиной ошибки может стать установка антивируса или настройка бронмауэра это также может случиться при включении максимального уровня защиты в настройках антивируса попробуйте на время отключить антивирус если интернет появился то все дело именно в нем к примеру антивирус аваст очень часто вмешивается в сетевые настройки windows из-за чего появляются разные проблемы с подключением к интернету то интернет перестает работать после удаления антивируса то появляются ошибки dns или сетевой адаптер не имеет до отпустимых параметров настройки айпи в таком случае для начала полностью установите работу антивируса если это не решит проблему то удалите его или же можно переустановить его только без дополнительных модулей ну и последние выходы из ситуации с данной ошибкой обратиться к своему провайдеру если вы опробовали все представленные способы но ошибка не исчезла обратитесь в поддержку вашего интернет провайдера и постарайтесь детально объяснить в чем причина нередко проблемы с dns бывает именно по их вине если же интернет провайдер говорит что с их стороны все порядке единственным решением остается восстановление или сброс windows об этом у нас на канале есть отдельное видео а на этом все надеюсь данное видео было вам полезно не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал свои вопросы задавайте в комментариях под видео всем спасибо за просмотр пока субтитры сделал DimaTorzok